Из-за этих лекарств можно набрать вес. Список препаратов с побочными эффектами. Врач назвал список препаратов, из-за курса приема которых может увеличиваться вес. Однако это можно предотвратить. Список лекарств дал Евгений Скрипник, украинский врач-невролог. Речь идет о некоторых антидепрессантах. Действительно увеличение веса тела может быть побочным эффектом некоторых антидепрессантов, но это бывает далеко не у всех, все индивидуально, пишет медик. Евгений Скрипник говорит, что увеличение веса от антидепрессантов не связано с изменением гормонального фона. Это может быть возникать за счет чрезмерного повышения аппетита. Также часто на фоне депрессии может возникать снижение настроения, заедание стресса, уменьшение подвижности. Активности, это все может приводить к увеличению веса. Название препаратов, влияющих на вес. Среди лидеров, который вызывает такое побочное действие из группы СИОС, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, пароксетин. А вот меньше всего это побочное действие вызывают, даже наоборот, уменьшение веса тела сёртралин. Флуоксетин. Также из препаратов из группы СИОС-Н, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина инорадреналина, дулоксетин уменьшает аппетит и тем самым вес. Венлофоксин из этой группы не влияет на аппетит и вес. Препараты, имеющие много побочек. Трициклические антидепрессанты, амитриптилин, имепромин, клофранил, анафранил, доксепин. Их назначаем значительно реже, чем препараты из группы СИОС, эсциталопрам, циталопрам, пароксетин. Сёртралинфлуоксетин, в связи с частыми побочными действиями, такими как запор, сухость во рту, сонливость набор веса. Сюда же можно отнести мертозапин и миосер. Повышение веса может быть связано не с антидепрессантами, а с образом жизни. К человеку, который раньше ничего не хотел есть, не было интереса к еде, не было желания что-то делать, была апатия. В процессе лечения возвращается аппетит, человек успокаивается и начинает снова получать удовольствие от еды. Из-за этого может увеличиваться вес, чтобы такого не произошло. В процессе лечения депрессии стоит следить за своим рационом, быть активным физически. В случае необходимости надо обратиться к своему лечащему врачу для возможной замены препаратов. Главное, вероятное увеличение веса тела не является причиной отказа от приема лекарств. Когда это нужно и не является причиной отмены лекарств, подытожил врач. Ранее мы писали как определить поддельные лекарства не выходя из аптеки. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Также Евгений Комаровский раскритиковал популярное средство от кашля.